Друзья, смотрите, у меня есть предложение сейчас немножко сделать повторение темы, которую мы в прошлый раз рассматривали. Давайте мы попробуем вспомнить. Тут Людочка была в прошлый раз, и Виталик, мне кажется, был, да, и я был, и Анечка не было. Друзья, кто может вспомнить тему, которую мы рассматривали? Кто-то может вспомнить тему? Тема насчет того, насколько важно помогать друг другу в церкви. Извините, у меня нет тетрадки с собой. Ничего, ничего. Да, абсолютно очень близко, очень тепло, тепло, как говорится, знаете. Вот, тема была такая, каким качеством, по словам Иисуса Христа, должна была сжимая церковь. И мы вот рассматривали, такой был пример, что в мире очень много подделок есть. И вот я предложил таких несколько подделок, которые, например, вот сейчас посвящаете. Например, Адибас, вот, например. Такая подделка. Аддиадид. Не, не. Вот вниз туда положили. На лайк. На лайк. Не. Не. Это подделка. Очень много подделок. В мире есть, например, вот такая, как Аддадис. Ададис. Ададис. Какой-то бомбористский. Да, да, да. Ададис. Да, и самая, самая удивительная подделка, которая есть, это, я обнаружил, это Дио энд Гомес. Дио энд Гомес. Это, конечно, порвал отверстия. Вот, и мы в прошлый раз об этом говорили, что в мире очень много подделок. И как разобраться вообще, где ложное, где правильное. Вот, и в духовной сфере то же самое происходит. Часто есть подделки. И многие даже люди говорят, а какую церковь выбрать, а какая правильная. Их столько много, разных. И вот, и я предложил в прошлый раз такой библейский текст, который говорит о том, каким качеством должна обладать любая церковь, абсолютно любая, которая называется христианской церковью. И вот этим качеством, вот мы смотрели, тоже мы об этом говорили, этот текст записан был, сейчас я немножко уберу. Значит, этот текст был записан в Евангелии Адриана, 13 глава, 34-35 стих. Написано так. Я даю вам новую заповедь. Христос говорит, любите друг друга, как я вас полюбил. Так и вы любите друг друга. Все, зная, что вы мои ученики, если будете любить друг друга. То есть церковь, она отличается тем, что люди, которые находятся в этой церкви, христиане должны любить друг друга. Вот Людочка абсолютно правильно сказала. То есть вот эта любовь друг к другу. Причем это не простая любовь, это жертвенная любовь. Это когда мы готовы, ну, безвозмездно, ну, как бы послужить друг другу. Ну, одно дело, знаете, как, как вот в мире есть такое понятие, ты мне, я тебе, да, например. Ты мне сделал добро, я тебе сделал добро. Да, то есть, а, ты мне давно не сделал, ну, так и все. Так вот, в церкви Христос говорит, любите друг друга, даже не ожидая взамен ничего. Вот. И если в церкви есть эта любовь, она называется агапа, жертвенная любовь, это то, что ее отвечает вообще от других, так сказать, организаций. То есть, какие бы я кресты ни носил, и как бы я ни крестился слева направо, справа налево, каким иконам бы ни молился, но если нет этой любви, если нет любви друг к другу в церкви, то вопрос, можно ли вообще эту церковь назвать церковью как таковой? То есть, любовь, это вообще, это основа. И Христос говорит, это заповедь. Это не просто, можете любить, а можете не любить. Ну, если вам нравится, любите друг друга, а можете не любить друг друга. Иисус говорит, ребята, это заповедь, вы должны любить друг друга, вы должны служить друг другу. Об этом была в прошлый раз речь. И самый главный момент, смотрите, он говорит, все узнают, все люди, что вы мои ученики, если будете любить друг друга. То есть люди, наблюдая со стороны, вот, кстати, там даже Люда в прошлый раз хороший такой пример рассказала, когда в них, ну, даже были там верующие ребята, жили там. И вот, например, у них такие были отношения друг с другом, что Людочка, наблюдая правильно, я ее правильно интерпретирую. Если я что-то не то скажу, то ты меня поправишь. Вот, то даже вот она, наблюдая за ними, говорит, вот классно, когда у них такие отношения теплые друг по другу. Вот даже там хотелось бы быть, вот, ну, и называли верующие, да, там, или покаянные, вот у них, где вот Людочка там была, росла, вот у нее дома. Вот, и вот эти отношения были настолько очевидны, вот эта любовь и желание служить друг другу, что даже люди, наблюдая со стороны, говорят, о, я хотел бы так, чтобы у нас был. Вот, это была тема прошлого раза. Я немножко сделал такой анонс, что в этот раз мы поговорим вот от того, что какие же мы эти отношения в Церкви внутри, мы будем говорить о том, как мы должны жить в этом мире, когда нас окружают верующие люди. Ну, я немножко сделал сейчас, я решил перенести эту тему на следующий раз, а в этот раз все-таки предложить тему, касающуюся Дня Благодарения, потому что событие было в четверг, то есть не хотел упустить этот шанс и немножко с вами поговорить вообще. Вы говорите про церковь, почему-то у меня сразу параллельно семьи, а в церкви такие семьи, а в церкви такие семьи, а в церкви такие семьи? Ну да, да. И сразу эта тема какая-то. Да, кстати, интересно, что часто называют церковь, это духовная семья. И даже, кстати, в церкви так говорят, брат, сестра. Вот я вообще пришел к Богу с не костянской семьей, у меня же вообще семья была неверующая, я пришел к Богу, будучи студентом колледжа. И когда я попал в церковь, вы знаете, такой, попал в церковь, и мне говорят, о, привет, брат. Я такой думаю, че, какой брат? У меня один брат. Брат, да. Да. А вот, у меня один брат, а там он такой, а вот та сестра сказала. Ну, какая сестра? У меня одна мою родная сестра, у меня один брат и одна твою родная сестра. И потом я только со временем, мне вначале так это даже резало чуть ухо, вот, а потом я понял, что имеется в виду, что брат и сестра это просто такая культура церковная, говоря о том, что у нас, как бы, мы как семья духовная. То есть мы во Христе, в Боге, мы друг другу братья и сестры, как бы вот так. И вот, кстати, даже мусульман это можно встретить, они друг другу говорят, это сестра, брат. Да. Ну, это вот, я говорю, что, ну, потом со временем я просто к этому привык, а потом даже и сам так начал, с сестра там, вот. Ну, да, они все время говорят, я работаю, говорят, это они, ну, все, сидят, сидят, сидят. Юраль, брат, 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 брат. Да, да. То есть у них, иногда думают, что они, ну, уличные, бро-бро-бро, они, вот. Ну, там такие бывают сидят, и пожилые, ну, которые не с улицы, там, не наркозили. Ну, и понимают, что, да, это у них все. Да, и, кстати, вот эта культура, она была еще, появилась в первой церкви. То есть вы будете читать Евангелие, вы будете читать Евангелие, послание, то апостол Павел часто употребляет, он делает перечисление людей, там, а тут брат с такой церкви, а вот сестра такая. А вот брат, то есть имеется в виду, это не брат по родству, да, это брат по кресте, это, и он так и говорит, братья и сестры. То есть, по сути, эта культура, она пришла еще с первой церкви. Ну, а церкви как о здании, то есть имеется в виду, церковь как собрание живых людей, то есть имеется в виду, что это, ну, церковь это, на греческий язык переводится как экклезия, это собрание, она переводится так. То есть у нас понимание церковь это здание с куполами, там, или со шпилем, там, с крестом, а евангельское понимание церкви библейское, это собрание людей, то есть и здания появились, по сути, только в четвертом веке. Представляете, 400, там, 300, ну, 300 с лишним лет вообще люди собирались в домах, собирались на природе, возле, и называли это церковь, были домашние церкви, то есть не было таких... Проходки, да. Да, вот так они просто как мы делали, там, какие-то библейские группы, вот такие. Друзья, смотрите, сегодня будет интересная тема, я думаю, об этом стоит поговорить, вот такие два чудесных аксессуара перед вашими. глазами. Кстати, интересно, что я ее запостил в Инстаграм, и она даже гадалка, мне поставила лайк. Реально человек занимается гаданием в Инстаграме, она постит, она гадает на карту, вот, и тут смотрю, значит, и у меня такой лайк стоит, думаю, в Инстаграме, что такое. Смотрю там туда поподробнее, это гадалка, профессионально она раскидывает арт, да, и она мне лайк поставила, ей понравился мой пост, называется Сумочка Обид и чемодан Разочарование. Вот, и вот мы сегодня будем говорить про День Благодарения и также обратную сторону Дня Благодарения как разочарование. То есть обратная сторона Дня Благодарения это разочарование, то есть это какие причины разочарования, какие последствия разочарования и как с этим бороться. В общем, как это побеждать, вот я сегодня об этом могу говорить. Друзья, смотрите, начну с истории вообще Дня Благодарения, откуда он взялся. Ну, кстати, для меня это тоже было открытием, я не знал вообще про это ничего, но вот буквально 10 таких фактов скажу. Ну, вот эта краткая информация на экране у вас. Значит, как-то вот с Вирджилом мне посчастливилось, наверное, года полтора, да, или два назад, не помню. Мне Вирджил говорит, Сергей, давай как-то пообщаемся, я тебе интересное место покажу. И встретились мы, значит, здесь, в нашем районе, на Канаде. Вот он, Вирджил решил меня угостить, там, что-то пойти в какой-то банк, значит, посидеть. Я прихватил еще Никиту с собой, еще чуть поменьше был. Вот, и вот думаю, ну, посидеть так посидеть, там, ну, кофеек попить. Прихожу, а мне говорит Вирджил, а ты знаешь, что это за балк? Я говорю, нет, вообще не знаю. А ты знаешь, что это за место? Я говорю, вообще нет, не в курсе. Говорит, Сергей, с этого пирса отправился корабль Мейфлава, который, значит, достиг берегов Северной Америки, и на ней, на этом корабле, это была стоянка, около ста пилигримов находилась на этой стоянке. Они, причем, показал мне церковь, где они собирались, это были христиане, которые гнали из Голландии. Они были из реформаторского движения, а вот их гнали, они через Англию, значит, наняли корабль для того, чтобы мигрировать туда, в Америку. Так вот, это не конец истории. Если вам будет это интересное место, мы потом Вирджил поделиться, он знает эти места. И, кстати, тот паб, в котором мы сидели, он угощал нас с Никитой. Вот в этом пабе эти пилигримы, это эти христиане, это первые вообще колонисты были со стороны Англии. Это те, которые установили, там, потом демократию, там, вот эти все библейские принципы, они именно питались в этом пабе два месяца. И мы тоже могли там посидеть, это очень старый паб, там, с 17 века, вот здесь у нас на Канаду находится. Так вот, вот корабль Мейклауэр, стоят два пассажира на борту, христиан из реформаторской церкви, которые убежали из Голландии от преследования. Значит, сделали нормальную двухмесячную остановку, потом они перебрались в Плимут, и с Плимута они направились уже в Америку. Значит, они приплыли, бросили якорь в Массачусетс, это в 1620 году, это 400 лет назад почти. И, значит, история была достаточно трагическая, потому что за один год, из-за того, что они не знали, как быть на этой земле, там было холодно, там было голодно, 50% колонистов просто погибли, не умерли там. И вот благодаря местному коренному населению, индейцам, значит, они помогли их обогрели, согрели, научили их возделывать культуры, рассказали, что приживается, что нет. И вот эти колонисты, значит, уже в 1621 году сделали пробу посеять, какие-то сделать посевы. И на удивление, значит, осенью у них появился богатый урожай. И они решили сделать так, они решили в наборе собраться и сделать день благодарения Господу за урожай и за сохранение жизни, что у них появился луч надежды, что они на этой земле не погибнут, как их 50% команды, они здесь останутся жить, и у них все получится. И это был христианский праздник, день благодарения Богу за то, что Бог так благословил этой земле. Это было ровно 400 лет назад, в 1621 году. Сейчас это светский праздник уже, но Линкольн, ну, одно время его не праздновали, потом праздновали, потом он... В общем, я так понимаю, что во время, при Линкольне его сделали официальным, и праздник проходит четвертый четверг месяца. То есть любой дата, которая выпадает на четвертый четверг месяц. Вот, поэтому, друзья, удивительная история, потрясающая, как наши, значит, братья-христиан, которые отсюда прямо тут стартовали на Америку. Ну, и, по сути, они как бы стали вот этой вот искрой Божией там на том месте, которые с молитвой сделывали землю и проповедовали, кстати, очень многие. Потом церкви организовались именно после вот этого переправки. Хорошо, давайте вернемся к самой теме. Что такое разочарование, откуда оно берется? Вот, чтобы, вот, вообще, давайте немножко про разочарование. Единственная большая просьба говорить громко, потому что у нас микрофончик, чтобы ребята могли смотреть. Разочарование – это когда у тебя есть много ожиданий. А, может, сюда пересесть, пожалуйста, и я вот там поставлю, чтобы можно было... Разочарование – когда много ожиданий. Да, вот они есть, не выполняются. И человек разочаровывает. Это же неважно. Да, да, слышно. Отлично. Это неисполненная мечта. Неисполненная мечта. Так, отлично. Еще какие-то идеи про разочарование? Ну, давайте, смотрите, я сделаю вот определение, но еще там вопросы будут. Разочарование – это отрицательно окрашенное чувство, то есть это плохое чувство, да, по хаймузам, вызванное не сбывшимися ожиданиями, надеждами или мечтаниями. Чувство неудовлетворенности по поводу чего-нибудь, не оправдавшего себя или не удашившего себя. Интересно, да? Это, кстати, взято из Википедии, то есть такое. Ну, я понимаю, что это не научный источник, но как бы тут все очень хорошо написано, да. Следующий вопрос. Откуда берется разочарование? Анечка уже сказала, оно берется оттуда, что есть какие-то неизбежные ожидания, какие-то мечты, которые неизбежные, есть еще, может быть, какие-то неудовлетворенности. Неудовлетворенность внутренняя, да, то есть человек разочарованный чем-то. Анна, еще, пожалуйста, идеи? Перекладывание ответственности на другого. Потому что, когда мы думаем, ну, вот, например, нам сложно, вот он лучше может, мы перекладываем ответственность, сами не пытаемся, а потом он не сделал, начинается разочарование. Это такое вот очень часто случается, мне кажется. Такое неоправданное доверие. Или фейл. Да, да. Я, смотрите, вот я два выделил варианта. Это первое, несбывшееся ожидание человека или события. Вот я очень много встречал разочарованных людей, которые здесь в Англии живут. Вот ради интереса, просто, если будет интересно, то есть люди абсолютно полярные высказывают какие-то вещи. Одни там, ой, мы там в Англии, у нас там, может, чуть не сдохли, вы себя, ну, так, ну, что ты, чуть не сдохли. А тут прямо, а другие, да, вы что, да, вообще, тут я все потерял, денег нет, я хочу домой возвращать. То есть у людей были ожидания от Англии, да, и они не сбылись, и человек разочарованный. А другой, наоборот, благодарный, говорит, ой, не, вот если в Англии, все, уже все пропало. И с тобой, что-то пошло не так, как мы планировали себе представлять. То есть я, какие-то у меня планы были, я себе уже тут наметил, понимаешь, какие-то планы. Раз что-то не то, не сработало, и человек, что, мы разочаровываем. Например, вот очень сильный такой момент был, например, вот, ковид, да, вот. Ковид, он принес очень много разочарований. Почему? Человек хотел отдохнуть, посетить их близких и родных. Почему? Он же себя лапланировал, понимаете, там, на берегу. Они все, нет, ограничения, там, туда не пойди, там, не сядь, там, не прыгни, потому что все, 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 ограничение. То есть, ага. Еще такой есть момент, что люди привязываются очень сильно к вещам, когда у них любая вещь вообще, абсолютно, даже ручка, у кого-то там, даже ручка кому-то важна, да, они очень сильно разочаровываются. То есть именно вот эта привязка к вещам, именно материальные ценности. Потом интересно тоже такой момент разочарования, это как зависть. Очень разочаровывает зависть людей. То есть, как это, говорил, у меня хороший мой друг, он говорил, говорит, благословили, но не меня. И сразу, это же надо, и так жизнь плохая. Тут сосед машину купил, так, понимаешь, вообще тут нанес удар, просто самое я. Ну, то есть, вот эта зависть, она часто у человека разочаровывает, что я тут, понимаешь, старая, что у него вообще жизнь получается. Он разочарался, он разочаровывает. Может, еще что-то такое, что вот разочаровывает. То есть, люди, события, планы, разрушенные, вот они приносят разочарование. То есть, люди. Люди, да, часто, да. Вещи. Ну, сломалась машина почти, да. Ну, некоторые очень прям вообще капец у них. Слушай, ну, он просто, ну, это зависит от финансов, видишь. Если и финансы есть, то проект, понятно, сама спичиняется. Как есть тут анекдот, говорит, самый страшный зверь на болоте. Это жаба. Почему? Жабность. Потому что ты говоришь про соседа. У меня был такой случай, еще это было давно, я когда-то себе купил телефон-кассику с автоответчиком. Ну, в 90-х годах, это 99-й год был, телефон с автоответчиком, это такая новогодняя была фишка. Маленькая кассетка вставлялась, вот тебе звонят. И ты такой, значит, даже нет, это было, даже, извините, наверное, 97-й год, наверное, такой. И тут, значит, я такой довольный, мне звонят, оставляют сообщения, я могу прослушать, такой модный парень. Включая, значит, я себе автоответчик, а он не работает, как же, он не крутит, он не отвечает. И у меня просто внутреннее такое разочарование, это же кассия. Я же взял в официальном магазине с гарантией. И мне просто приятная мысль, что надо идти, а я же человеку советского мышления, что все советское плохое, все иностранное хорошее. И тут вот меня подвели, понимаете, мой, вот этот замок руку управления, вот, то есть как это так, ну, как все подвел. И вот такое было первое разочарование техники, да, был такой момент. И вот недавнее разочарование, которое меня посетило, это, когда я хотел поменять украинские права на английский, но с большим столом, которым я в украинских правах, в эту историю хорошо знаете, наверное, и вот я получаю английские права, но с тем же самым стажем, который был у меня двухлетний раньше, и уже украинские у меня права забрали. И у меня такое разочарование, думаю, как это, ну, хоть вы равно верните, там, стаж не подняли, права верните. Вот, а я прям так внутренне был настроен из этого, потому что у меня был план, ну, либо получить права, и мне отказ дали, ну, либо мне подняли бы стаж и классно, все, у меня был бы 20-летний стаж в правах английских. Ну, это круто. А так я, получается, и прав не получил, и стаж не получил. И у меня двойное такое разочарование. Не отдали до сих пор. Ну, это надо, надо, ну, комплейн писать, но мы написали комплейн, никто не ответил, видно, система что-то не проглотила его. Еще одно разочарование. Ну, то есть разочарование нас постоянно посещает, друзья. Это наши спутники, которые у нас... Но проблемы с разочарованием очень большие есть. Почему? Потому что, вот, у меня следующий вопрос. Какие последствия от разочарования мы можем встретить? Вот стресс. Стресс. Абсолютно согласен. Еще, пожалуйста. Что приносит нам разочарование? Обиду. Обиду приносит. Отлично. Еще, пожалуйста. Злость, ненависть. Злость. Да, то есть негативный такой. Можно даже убить. Верить. Разочароваться. Сопутствующие. Верить. Еще, может, какие-то есть идеи. Что еще приносит разочарование? Ну, мотиварку, да. Двигца проют. Ну, вот, у меня три группы. А есть еще, например, знания иногда вот? Какие последствия? А, смотри. Все, это я не туда. Я передачу вопрос. У меня... Ты хотел сказать, что ты не... Смотрите, друзья. Я в ней делаю три области, по которым бьет разочарование человеческое. Первая область, это социальная область. Первая, это поиск виноватых в наших бедах. Кто виноват в моих бедах? Ну, конечно же, не я. Кто он должен быть? Второе, нарушение отношения с людьми. Ну, это то, что мы говорили. Какие злость, там, гнев какой-то на кого-то. То есть вот это разочарование, ну, несет вот это ощущение. Обиды на других и на обстоятельства. Все, человек обиделся. Он чувствует себя, как бы, униженным в этой ситуации. Да, то есть вот разочарование. Оно себе вот несет такой социальный пакет. Это кто виноват в моей беде? То есть в моем случае виновата компания Касио, виновата ДиБи. Хотя я потом делал анализ и подумал, что все-таки была моя ошибка. Надо было сделать сопроводительное письмо и писать, что я вообще хочу. Может, просто люди не разобрались. Они смотрят, стоп, ага, пришла заявка, пришли украинские права. Они, наверное, подумали, что надо просто поменять. Да и все, может, человек там потерял права. Ну, то есть у меня была проблема в том, что надо было написать там, уважаемые там дети-те, вот у меня есть права, но я хотел бы поднять. Да, ну, пояснить, да, я это вам и сделал. И вот, ну, вначале у меня весь мой гнев, я направил антиби-лайк. Это неудиноватый момент. Вот. Следующая область, душевная область. Душевная область, это аж пять, такой пакет из пяти. Неблагодарность. Понятно, день благодарения уже благодарить не хочется. День благодарения, но благодарить не хочется. Вот. Второй такой момент. У меня отсутствие мира в душе. Ты реально не добавишь, ты прислуха наступает. Третий момент. Неспособность видеть решение проблемы с другой стороны. То есть зацикливаешься просто на вот этой ситуации. Уже все, уже другое ничего видно. А четвертое момент. Неспособность видеть свою ошибку или вину. То есть ты все виноваты. Все виноваты, кроме меня. Нет, я, конечно же, нормальный. Все нормальные. И зацикливаясь на проблеме, то, что я уже сказал раньше, да? Друзья, может быть, кто-то бы хотел какой-то пример привести, может быть, из вашей жизни, из практики, какой-то коротенький. Вот как у вас, например, была какая-то ситуация, и, может быть, либо у вас, либо просто какой-то вы можете... Да я могу. Я сегодня об этом думала. Сегодня мне такое советовали все прописывать. Все, что вот приходит, любое разочарование, берешь его и начинаешь писать. Вот это плохо, как бы было бы хорошо и почему. Вот. И вот мы расстались, когда вот такая ситуация, да, что вот мы разошлись, такая вся убитая, два года ревела. Вообще я сейчас понимаю, что если бы мы не разошлись, то я бы не занималась тем, я бы не нашла саму себя, потому что я всю жизнь мечтала помогать иметь им здоровье, всю жизнь. И через 20 лет, когда я не пошла в Эливер, приехав в Англию, проучиться в Англии, расстаться с мужем, то есть выйти замуж, вот эта вся история, я наконец-то через 20 лет занимаюсь тем, чем я хочу. И обычно... Мне не разрешали там танцевать, рисовать, там это не надо, потому что время не там. Ну, короче, там мы с вами были. А тут я делаю все, что я хочу. Мне никто не может сказать, ты это не делай, папа, мама, нет. Никто меня не указывает. Я сама себя хозяйка. То есть в этом плане у меня... Я через вот этот вот такой печальный опыт, я, скорее всего, духовно возросла, помудрела. Какие-то вот плюсы только. То есть мы сначала это не понимаем, мы понимаем это через какое-то время. Интересно, да. Может быть, еще кто-то хотел бы какой-то пример разочаровать? Я могу. Я могу. У меня смешно, но у меня неприятная такая ситуация произошла, что я на свою родственницу, ну, как бы я с ней общалась, там, дружилась, у нас не было капец, там, дружбы, но все равно. И когда я сюда вот переехала, она мне вообще почти не писала, ну, как-то так мало мы общались. И потом я как-то она спрашивала, как сюда приехать, как здесь, ну, устроиться, но спрашивала не меня, а мою подружку. А с ней она вообще очень мало общалась. Ну, и, короче, и я внутренне поняла, что, ну, мне это неприятно, как-то меня это задело. Но я ей ничего не сказала. Ну, и оно во мне жило-жило. Ну, прошло, наверное, полгода, и я ей в личку высказалась, ну, типа, в переписках. И я была в шоке, думаю, что это такое, что произошло? Она вообще ничего не понимает, что я имею в виду. А у меня просто бурлит, ну, это как бы негативный вариант обида, о том, что, да, как бы ты понимаешь, что ты обиделся на человека, ну, и можно было это отпустить, но я не отпустила. Как-то на подсознании мне было обидно. И вот, да, это плохо. Я не знаю, как это делать, так что такого не происходило. Ну, вот, именно негативный примет, вот, да, чтобы... Что делают обиды? Ты не с того, не сего можешь взять и высказать человека. Он еще обидится на тебя и не поймет, за что ты на него обижаешься. Людочка, спасибо большое. Да, то есть, каждый из нас, вообще, бывает ситуация, когда нас посещают разочарования. То есть, это абсолютно секретарь. Абсолютно, да. То есть... Это все тебе зависит. Иногда вот, ты понимаешь, я сейчас на сегодняшний день, да, говорю, я не знаю, что будет завтра, но сегодняшний день. У меня вчера был такой очень интенсивный день в плане обучения. У меня было много там похвалы, я выступала на аудиторию, не приготовившись. Меня просто вызвали, я говорила то, что могла, минут 10. И, как бы, люди подошли в конце, сказали комплименты. То есть, это, конечно, тебя лифтап, да? То есть, ты такой уверенный становишься. Вот. И получается, что на сегодняшний день, то, что вот, я понимаю, что много вещей, на самом деле, в жизни мы им очень много придаем внимания. То есть, расстраиваемся по какому-то поводу, по которому даже не стоит расстраиваться. Когда человек проходит, ну, какие-то вот опыты там, просто у меня в жизни достаточно были серьезные такие потери. И когда вот через это ты проходишь, и когда что-то маленькое случается, ты думаешь, да разве, ну, пусть это твоя любимая кружка, которую тебе кто-то там подарил, поднимала, подарила, она лопнула, это единственная моя была. Я расстроилась, но я думаю, ну, что? Ну, ладно, ну, и даже я с жизнью хотя бы попила там чай, кофе, что там. То есть, ты когда уже вот это, это же не то, что вот это было. То есть, у тебя когда были большие разочарования, на маленькие, ты уже не обращаешь внимания. Да. с другой стороны. Да, интересно. Друзья, смотрите, еще третья группа, спасибо большое, что вы делитесь, это очень классно. Еще духовное есть последствие разочарования. То есть, видите, есть социальные, есть душевные, чисто человеческие, и духовные. Первое, неверие. У человека разочарование побуждает неверие. То есть, его блокируется вот это осознание, что вот все под душем контролем, доверие Богу. Второе, а разочарование, оно огорчает небесным отцам. В Библии, в библейском языке есть такое понятие, как робот. Робот, это высказывание крайней формы недовольства, ситуации или взгляды, в которой я живу. Например, вот, вот это Англия, вот эти постоянные дожди, вот это холод, здесь, ты что человек делает? Он ропчий, он недоволен, ему не нравится там. Хотя, например, сказать, слушай, у тебя хорошая работа там, ты не на улице спишь потом под газетой, да, там, ты живешь в теплом там, в жилье. Нет, вот, все не так, все не так, все не то, вот, или там, о, это, я когда там рассказывал историю, у меня когда-то мой хороший друг, у него был он, гольф, пульсвагер-гольф, который часто ломался, 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 и он однажды просто берет, ну, старая машина говорит, да будь ты, гольф, он говорит, просто он уже, говорит, утром встаю, говорит, гольфа не эту украли, он просто, что это, именно вот тебе, пожалуйста, он в Чехии живет, прям в Чехии, он сподохнул, я был ему противник, он мне рассказывает, что он, у нас ты в центре, кстати, в Чехии, русскоязычный, и он говорит, я не гольф, не знаю, что слова имеют такую силу, я просто прокляну, гольф, говорит, мы подали в полицию заявление, искали эту машину, нашли машину, говорит, в гараже, у цыган, говорит, я просто понял, говорит, что мое разочарование, и мой вот этот гнид, он просто огорчил Бога, и мой Господь так немножко храб, так и забрал, и машина не к стопу, и потом ты думаешь, да чего, и знаете, бывает такой момент, если что-то так донимает, я помню сейчас эту историю, думаю, не буду плохие вещи говорить, еще возьмут и заберут, третий такой момент, это отделение и потеря Божьего присутствия, когда человек разочарован, когда он живет в опыте, в недовольстве, он часто теряет мир с Богом, мир отношений с Богом, потому что, как бы человек себя греховным образом в жизни от себя отделяет от Бога, он не живет в мире, и он внутри страдает. Друзья, хотел сегодня предложить такой библийский текст, очень такой большой, но история на самом деле очень компактная, и вот мы из нее вы, я извещу в уроке, а единственное, что было бы классно ее, конечно, прочитать, вот, вот, может быть, Библия, если есть, вот, можно, можно будет, если вы не объяснили на текст, на текст не он пишет, извините, там на самом деле всего лишь 15 стихов. Друзья, эта история вообще произошла в Гердковом Завете, израильский народ был, он был, значит, под рабством, сириане захватили израильский народ, и этот народ, значит, был такой полководец, и вот, давайте эту историю прочитаем, может быть, может, Виталик, Виталик, смог бы прочитать эту историю, пожалуйста? Виталик, минуту, звук не могу кручить. Еще, еще, сможешь прочитать, пожалуйста? Да, 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 я понял, просто я звук, кнопочку не находил. Нейман был военачальником царя Арама, он был великим и уважаемым человеком, в глазах своего господина, потому что через него господь даровал Араму победу. Он был доблестным воином, но болел проказой. Отряды Арамеев во время одного из набегов взяли в Израиле в плен маленькую девочку, и она служила жене Неймана. Она сказала госпоже, если бы только моему господину повидать пророка, который в Самарии, он исцелил бы ее от проказы. Нейман пошел к господину и передал ему то, что сказала девочка из Израиля. «Конечно, иди», – ответил царь Арама. «Я напишу письмо царю Израиля». И Нейман пошел, взял с собой 10 талантов серебра, 6 тысяч шекелей золота и 10 смен одежды. В письме, который он принес царю Израиля, говорилось, «Когда ты получишь это письмо, знаешь, что я послал к тебе моего слугу Неймана, чтобы ты вылечил его от проказы». Когда царь Израиля получил это письмо, он разорвал на себе одежду и сказал, «Разве я Бог, чтобы умершвлять или оживлять? Почему он посылает ко мне, чтобы я исцелял от проказы?» Смотрите, он пытается затеять со мною ссору. Когда Елисей, Божий человек, услышал о том, что царь Израиля разорвал на себе одежду, он послал сказать ему, «Почему ты разорвал на себе одежду? Пошли этого человека ко мне». И он узнает, что есть пророк в Израиле. Нейман пришел с конями и колесницами остановился у двери Елисеевого дома. Елисей отправил посланца сказать ему, «Пойди, омойся семь раз в Иордане. Твое тело исцелится, и ты станешь чист». Но Нейман разгнился и ушел, говоря, «Я думал, что он непременно выйдет ко мне, встанет, призовет имя Господа, своего Бога, поводит рукой над этим местом и исцелит меня от проказы. Разве Авана и Фарфар, реки Дамаска, не лучше всех вод Израиля? Разве я не мог омыться в них, чтобы очиститься?» Он повернулся и в гневе ушел. Слуги Неймана подошли к нему и сказали, «Отец, если бы пророк сказал тебе сделать нечто великое, разве ты это не сделал? А он лишь сказал тебе, «Помойся, и будешь чист». Тогда он пошел и семь раз окунулся в Иордане, как сказал ему Божий человек. Его тело исцелилось и стало чистым, как у младенца. Нейман со слухами вернулся к Божьему человеку. Он встал перед ним и сказал, «Теперь я знаю, что во всем мире нет Бога, кроме как в Израиле». Как в Израиле, sorry. Витальщик, спасибо тебе большое. Молодец. Друзья, смотрите, скажите, пожалуйста, почему Нейман разочаровался? Ну, вы поняли, да, как бы суть истории, саму проблему, которая возникла? То есть был болен человек, причем неизлечимый болезнью, очень тяжелый, то есть этот человек надо было изолировать, он не мог быть. То есть, по сути, у него, я так понимаю, у него было какое-то место пораженное, потому что он там говорит, чтобы человек Божий над этим местом поводил. То есть он не полностью был поражен, у него, видно, была какая-то часть тела. Были ожидания у него какие-то? Да, у него были ожидания. Какие ожидания? Ну, я бы на ней просто по теме, ну, что-то там, да, по холдуму. Ну, он ожидал какую-нибудь серьезную мекстуру, или какую-то большую и сложную процедуру. Он хотел красивого приема. О, и он за счастливее что-то, ну, такой картинку себе нарисовал, он покрутил себе фантазию. Потому что сейчас он придет, тут выйдет великий волшебник, с чем будет на голове, начнет какие-то, там, Гарри Поттер, что-то там удовлетворяет, и тут такой, ба-ба, мол, есть небо, значит. А тут, смотрите, а как вообще произошла самая ситуация? Как она вообще получила? Вот он себе картинки нарисовал, а как получилось в итоге? Его не встретили. Его не встретили. И издалека сказали, иди искупайся в речке. Причем даже не сам пророк, он послал с другого. То есть, он тоже сам пророк. Хотя, друзья, знаете, о чем он идет? Тут, кто такой Нейман? Нейман – это человек, который оккупировал название. Это не человек, который пришел, типа как, а для него, евреи – это рабы. У него евреи, евреянка, девочка работала рабы. То есть, они, они вообще хозяева этого положения были. Он вообще начальник, грубо говоря. И тут ему кореолюдие, это мультик, это чужак великий жительный. Тут, конечно, просто... Сообщение пришло к царю, он даже испугался. Да. Я? Царь вообще, он даже думал, что это предмог, чтобы поссорить их, да, например. Потому что они были под оккупацией сирененов в этот момент. То есть, а ему такой веселый, ну, скажи, пусть там помойся в Евдане. Ну, это там, знаете, она такая речушка маленькая, она небольшая, как бы она была, но такая горная речушка такая. Видно, там в Дамаске были, ух, там, такие настреевика, знаете, волка такая, ух, Днепр такая. А тут вообще такая Евданчик такой маленький, такой, 10 метров шириной. Ну и что ли? Человек оскорбился, и мне встретили, там, в пророк общение вышло, и тот с такой красотой, тут золото прихватил с собой, там, одежда, в перемену, понимаете, вообще тут меня не за что ставят. И какая реакция была у меня на эту ситуацию? Он разгневался, да, разогнился. Да, написано, смотрите, я несколько стих, но Нейман разгневался, и ушел. И потом повторяется еще раз, в 12 стихе, он повернулся, и в гневе ушел. Представляете, представляете, какая проблема? То есть, ты, ты болеешь серьезной болезнью, неизлечимой. Еще буквально немного, и человека придется изолировать, это общество. То есть, эта болезнь, она, надо, надо передаться. вот уже ты в шаге от исцеления. И прямо в этой ситуации, вот это все, что Свету нарисовал Нейман, на всю картину, его, понимаете, неуважили, в картинку не попалось, что он там, и он такой, да, ну как, очень силы, не пошли. Как это в жизни часто случается? Мы столько всего делаем, делаем, вот уже все, будете сделали, один раз ошиблись, второй, мы еще пытаемся, и вот реально, вот как, вот помнишь, что это, алмазы вот накопаешь? Помнишь, ты картинку посылал? Да, да. Там вот уже все, уже туда, вот уже еще один раз до алмазов накопаешь, человек, а, все, не уходит, ничего там нет. Вот смотрите, вы чувствуете, на какой вообще, на какой был проблеме? Вот это разочарование, вот это в гнии. Эго, нет? Да, ну, по сути, это вот так получилось, что, по сути, это вообще могло стать причиной, чтобы человек вообще потерял шанс на исцеление, на спасение. Просто вот какая-то ситуация, все, вот он, он не так его структовал, у меня были какие-то ожидания, все, он уже, он уже не готов с ней, это он уже готов уйти. А по сути, тебе сделаешь шаг, послушай, это востоку параллок, а сменились в этой ситуации. Просто сделай, что он тебе говорит, ну, что он тебе там, как бы он на разговоре. Хотя, может, у него корова не была, но коварил, я вообще видел богатый. Сережа, это то, что у меня сейчас происходит, просто я владею какой-то информацией, которую я пытаюсь людям, а меня как бы люди не могут слышать, я понять-то не могу, точно один в один. То есть, то ли у меня авторитета такого нет, то ли почему, это же так просто. то есть, то есть, я, вот, вот это вот меня тоже самое вводит в такой ступор, вроде бы, ну, ты же реально от души хочешь помочь. Ну, да. Как-то. Да, когда он, смотрите, ну, не Иван смиряется, и он приходит слух и говорит, слушай, ну, ну, сделай то, что он тебе говорит, ну, успокойся, типа, не надо так, знаете, как вставать в позу, как у нас говорят. Ну, сделай, ну, ладно. А это же, понимаете, семь раз там в речушке. Надо не три раза, не четыре, надо семь раз. Ага. Вот смотри, к нему подошли и сказали, кто подошел, слуга армии. Слуга армии. Да. Вот представляешь, вот эти слуги, насколько были мудрые, что они все-таки вот эту вот суть поняли. Да. А теперь смотрите, насколько был все-таки Нейман должен мудрый послушать своих слуг. Потому что часто же, господа, знаете, как всегда им кто-то, а что там они мне будут тут говорить? Я что, начальник, понимаете, а тут, то есть он смирился в этой ситуации, он послушал, он послушался. Да? Да, но все равно, это как-то говорит уже о человеке, да, то есть он сделал шах назад. Все-таки он смирился и послушался, думаю, ну, ну, реально, он уже приехал, такой путь проделал, там, иман. Я считаю, что это большая заслуга слуг, кстати. Да, конечно, конечно, тот и слуг, если оно не Нейман. Но в этой истории, смотрите, в чем суть? Что часто наши разочарования, наши вот эти неизбывшиеся ожидания, они странно будут стать причиной нашего счастья. Ну, потому что, ну, где мы не получим. И с то, что мы не готовы, мы просто можем потерять шансы. Смотрите, какой вот можно сделать с этого всего вывод, с этой историей? Вот какие, какие, потому что, извините, друзья, что я немножко, пока чуть спешу, но в этой истории, какой можно сделать вывод? Как, как можно противостоять разочарованию? Чтобы не потерять этот шанс в жизни, может получить ответ на молитву, может быть, получить в жизни какой-то прогноз, знаете, который ты так ждешь. Вот. Что сделать, чтобы этого не было? Уже имея вот эту всю информацию. Какие есть у вас идеи? Не всегда есть разочарования. Они всегда были и будут разочарования. Да, как в этой истории даже. Он уже разочаровался. И уже будет разочароваться. Вот, благодарить то, что имеешь. В первых, принять. Принять. То, что есть. Так. Благодарить то, что имеешь. Меньше ожиданий и стройниц. Меньше ожиданий. Отлично. Ты знаешь, да, и вот эту вот картинку рисовать. Потому что, что-то же в нашей жизни появляется каждый день. Какие-то двери открываются, какие-то закрываются. И вот мы когда открываются двери новой перед нами, мы думаем, ну, что-то происходит. Не выглядит там так, как я себе это. Как шарманове. Да. То есть, надо просто быть открытым ко всему. Пробовать. Я считаю. Да, отлично. Друзья, у меня есть два момента, как я могу предложить. Один момент, это разочарование, которое еще не... Ну, то есть, как это? Избежать разочарования, знаете, то есть, оно еще не наступило по какому-нибудь. И второй момент, если я уже разочаровался, что делать? Видите, у меня два подхода. Один, что сделать, чтобы не разочароваться? Да. И второй момент, что сделать, чтобы если ты уже разочаровался? Смотрите, первым, для того, как можно пройти разочарование. То есть, как сделать так, чтобы его даже не допустить? Первое, смириться с тем, что мы не Бог, и мы не можем контролировать людей, события и... А мы призваны к самоконтролю. Смотрите, в чем проблема есть. Мы часто пытаемся контролировать людей и обстоятельства, и события, но себя мы не контролируем. Первый шаг 12 человек. Да. А тут надо с вами свериться с тем, что я не бог вообще. Я не могу контролировать людей. В чем проблема, друзья? Если я начинаю контролировать людей и без события, я теряю контроль на цену. Печать для того, да? Да. Или пытаться им заставить что-то сделать. Как создал Бог человека? Событиями и людьми занимается Бог, но нет, если заниматься самоконтролем. Что делает сейчас на человеку? Он самоконтролем заниматься не хочет, но зато все хочет контролировать. Кому-то помочь, а сами себе самотел. И это часто печальное разочарование. Очень часто. Второе. Молитвенно настроиться, что может быть по-другому. Не так, как я забыл, он не спланировал. Просто настроить, сказать, ну, только Бог может знать как лучше. Ну, я так планирую, но я гибкий, я готов принять разный вариант. Такой вариант. Третье. Искать Божью волю, принятие решений и учиться ждать ответ с верой. Мы молимся, мы ждем от Бога ответа, и мы ожидаем. Мы не бежим быстренько, быстренько, быстренько что-то делать, мы ожидаем. То есть нам надо, если я еще не знаю, что делать точно, надо набраться терпения, ждать, молиться и смотреть, как разворачиваются события. Понизить ожидания людей и не быть к ним строгим. Очень частая проблема вообще. У меня такое пробивается. Ну, я просто в семье алкоголик, у меня отец алкоголик. И вот дети, кто вот имеет созависимое поведение в таких семьях, они часто имеют две роли. Одна воля – это контроль, и вторая воля – это жертва. То есть один ребенок может занять жертву. То есть вот я вам, папа пьет из-за того, что не атакой бестолковый, он всегда все винит, 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 винит. Это одна форма. А вторая форма – это все контролировать. То есть ты, когда видишь человека огняного, то ты пытаешься сконтролировать ситуацию, потому что человек не взрослый, неадекватный, ты пытаешься контролировать. Это я вырос с проблемой контроля. То есть я пытаюсь контролировать обстоятельства. И очень боюсь, и сейчас ты до сих пор расстрадаешь с этим. Потому что, ну, я понимаю, что я не могу людей контролировать. Я не бог. Я их не контролирую. Я их не отец. И часто вот эта проблема контроля еще переставит в проблему, что ты жалеешь всех. И хочешь всем помочь. Это тоже, кстати, такая часто проблема есть, что ты когда всех спасаешь. Это то, что нам поможет избежать разочарования глубоких. Теперь смотрите, если мы уже попали в лопушку разочарования, смотрите, что я предлагаю такой вариант, о чем подумать. Первое. Попросить прощения у Господа за грех и удовольство и неблагодарность. Просто надо начинать с покаяния. Сказать, Господи, прости, я не прав. И еще и во имя Иисуса Христа. Потому что это грех. Недовольство и разочарование это просто грех, который на самом деле Бога очень обращает. Потому что Бог нас будет бесконечно, но и все необходимое в этой жизни. Мы часто нашим разочарованием и недовольством Божьей работы все кричем. Второй момент. Принять ситуацию такой, какая она есть. Ее болитие, греха очень Богу. Вот например, Анечка классно предложила, она рассказала историю, как разбилась чашка, которую вам убили. Ну то есть, в этой ситуации, хотя ты разочаровался, но внутренне оно больно стало, хальнюю, да. Но ты говоришь, Господи, прости, я разочаровался, да, допустим. Но второй момент, ты должен понять, что ты уже все, ты уже чашкой не спасешь. Уже на целом не будет. Ну, я же зато попила чай, то есть из нее. Я себе с тобой, я же насладилась там. Да, то есть, можно задать вопрос, я могу что-то сейчас поменять, я не могу поменять. Все, значит, ситуация надо Богу, перепоручить. Не просто отпустить, а перепоручить. Сказать, Господи, я перепоручаю тебе вот эту проблему, вот эту боль, все, прошу тебя, пошли мне мир, сердце и радость. И третье момент, просить у Бога мудрости в принятии решений и проявить послушание к тому, чтобы исполнить волю Божию. Опять же, ты тоже разочаровался, вот как ситуация с Нейманом, да. Все, уже разочарование произошло. Все, уже картинка другого. В этот момент попросить прощения, смириться и сказать, Господи, что мне здесь делать? И вот тут подходят слухи, говорят, слушай, давай там семь разочков там купнись. Ну, точно, хуже не будет. Ну, все, и он тогда послушался слух, по сути, это было Божья воля для него, услышать слух, он это сделал в результате Бога человека селиться. Друзья, что я буду делать? Вот у нас буквально пять минуток, еще можно вам минуточек поделиться, что я буду делать, какое у меня решение, вот из этой истории. Так? Не вступать в разочарование, либо выйти из разочарования, библейская история, размышления. Можно по одному предварианту, что я буду делать? Мне очень понравился последний пункт, как выходить, это попросить прощения у Бога за неблагодарность и отдать проблему в руки Бога. Это вот интересно. Спасибо большое, Леонид Ильич. Мне так интересно, что у нас у людей бывает... Еще раз, вот предыдущий славянный красивый, третий пункт. У нас у людей бывает такое, что это зависит, насколько мы разочаровались. Бывает разочарование вот как чашка, а бывает чашка и еще десять других. И вот когда чашка является уже все, последней из десяти, то вот в этом состоянии, когда упущена вот эта вот цепочка, очень сложно быть адекватным. То есть это как бы нужно помнить самого маленького, ну, наверное, каждый день привычку всех водить. Вот пишешь благодарность, а за что-то неблагодарен, сразу, наверное, прощение просить, что ли. Как-то вот надо этого избегать, чтобы накопления не было. Да, да. Еще очень хорошо, знаете, просить Бога, Господи, покажи, где они твои люди повыдали. Ну, и часто Дух Святой напоминает, он указывает, вот тут вот такая... Вот я даже с вами говорю, знаете, честно говоря, вот я поделюсь, у меня время от времени, там, ну, у меня аж какие ожидания? Думаю, вот сейчас я приду, я так готовлюсь, тут будет куча людей сидеть, а только спам человек. Ну, и внутренне, знаете, немножко потачивает разочарование. Думаешь, ну, а кому это надо? Зачем ты это делаешь? Я такой думаю, слушайте, друзья, на самом деле это неблагодарность, но в каком плане? Бог дал прекрасное помещение, у нас очень хорошее, мы дружим, мы любоподдерживаем, даже нас немного, но это классно, мы вместе, да? Я думаю, но ведь тут уже такая балансная благодарность, и Бог это включает. Это классно, чтобы вот, и вот, даже сейчас Аня говорила, я так чувствую, что Господь мне тоже указал, ну, надо благодарить за то, что есть. Ребята с нами подключились. Классно, да? То есть, чтобы за вот этой неплагодарностью не упустить вот эти Божьи благословения, вот эту его милость, которую он уже дает, вот это понятно. Классно. Спасибо большое, Анечка. А еще, пожалуйста, что будет завтра, ну, там-то когда-то, то, что сейчас тебя не ценишь, что, ладно, когда мы сейчас, когда теряем все, тогда мы понимаем, что мы имели сейчас, но когда-то, да? Это как этот, я помню такое, это наражение, говорит, ну, когда-то же будет хорошо, а второй, ну, может, вы видели на ТикТоке, там, или в том видео, он говорит, так хорошо уже было. Он говорит, когда? Да, так раньше же было. А что ж ты мне не сказал? Говорит, так я и сам не знал. Так а что теперь делать? Говорит, радоваться надо. Говорит, а, ну все. У меня есть, знаешь, у меня всегда есть такой пример перед глазами, я вот всегда, ну, из России, мужчина, такой простой папин работник, и он постоянно с улыбкой на лице, у него там даже кто-то умер, а он все равно на работе такой счастливый ходит. Говорит, типа, а что расстраиваться? Ну, типа, может, я же ничего поменять не могу. Ну, вот как бы, вот то, что есть, там с тобой пообщался. То есть, таким, радоваться, мелочам. Я, конечно, вся жизнь из-за молочей, как-то есть, не знаю. Мы все ждем, что будет у меня, вот машина ходит, вот где, как-то вот тогда я буду счастлив, тогда я буду жить. Перееду туда, вот будет готова тогда, тогда, И вся жизнь там проходит, ну, если ты думал, вот тут завтра-завтра-завтра, завтра уже, или как у нас, бабушка, что-то, ну, ну, третий советский, вот это вот все, вот когда праздник будет, или когда, вот, когда власти, вот когда я пойду, на баллоне, да, если бы когда везде на путол, многие не ходили на баллоне, чтобы у нас на баллоне, если бы не готовы было, это раздражается, вот когда, вот тут, вот мы пойдем, как я говорю, что бабушка сказал, какие волосы появились, по 40 лет, в зале. Конечно. То есть, вот жизнь, вот вы ожидали, уже были в прошлом, вспоминаем, вот как была хороша, раньше, вот как раньше, или будешь, что-то будет, что-то, самому, я сам понимаю, опять же, но, вот это делается раньше, пускай мне жить в чатах, знаешь. Да, вот, Христос когда-то нам сказал, как говорили, не заботьтесь из завтрашнего дня, потому что для каждого дня есть своя забота, да, то есть, чему призвать Христос? Уйдите сегодняшний дом, уйдите вот это счастье сегодняшнего дня, потому что, может быть, Людочка, Витальчик, может быть, вы по одному тезису скажете, что вы будете, на что вы хотели внимать, вы хотели усилить, есть что-то такое? Ну, насчет разочарования, я не так скажу, я просто, я думаю, у меня чаще ропот появляется, чем разочарование, когда я вот, что-то бывает, что-то мне не так идет, как хочется, и действительно, у меня даже вчера на работе, я как-то так, там работу делал, ни один человек, ну, реально помешал мне работать, и украл у меня 15 минут времени, я так как-то немножко такой, ну, разочарованный был, про себя так надулся, а потом, мне потом в конце сказали, у тебя все нормально, ты не переживай, у тебя выработка еще больше осталась, чем от того, что ты ничего не делал, поэтому я такой, ху, зря я разочаровывался, на самом деле, все нормально. И мы ее реально поменять не можем, и мы вот как вот время, да, считаем, из-за того, чтобы насладиться этим разговором, мы как бы и то, и то не делаем, то есть мы ничего в итоге, мы все теряем, да? Да. Ну, я могу добавить два пункта, что для меня было полезно, все полезно было, но делаю выводы такие, что мне понравилось, что это моя ответственность, контролировать себя, и других людей я не могу контролировать их жизнь. Ну, как бы здесь надо тяжело иметь баланс, вот, и вот буду молиться, чтобы Бог помог каждый день иметь баланс в этом, чтобы не было перегиба, ну, и второе, попрошу у Сережи конспект, слайды, чтобы выписать напоминания еще раз себе, вот так вот. Конечно, Людочка, с тобой все поделюсь. Друзья, кстати, у меня еще такой вопрос, может быть, все-таки стоит видео выкладывать в группу, потому что есть ребята, которые стесняются просить, но я подумаю, может, надо хотеть у вас узнать, может быть, все-таки видео выложить, но это надо потом в группе нашей лидерской посоветуюсь. Людочка, спасибо тебе большое, обязательно поделюсь конспектом, чтобы вы поделились. Посмотрите насчет этого. Для меня, например, для меня вот сегодня, знаете, сделать решение, сделать анализ, сделать анализ того, что у меня есть, и попросить его прощения Бога за то, где он проявил свою неплаготапность, на котором это кажется, разочарование, потому что я сейчас анализирую свое сердце, я вижу, что Господь сейчас у меня указывает, я думаю, есть, почему-то молиться. На самом деле, разочарование становится меньше, когда ты просто каждый день благодаришь за то, что имеешь. Как-то оно, оно почему-то вот уходит. конечно. Да, хотите спросить, почему благодарите? Это момент замены. Замена негативной инструкции теми, что Бога гостил. Друзья, есть предложение сейчас Петя, еще это близко, замечательно, да, в конце. И, значит, смотрите, песня, она немножко такая, знаете, минорная, но в этой песне очень сильная такая песнь-нодка того, что только во Христе, и когда мы идем ко Христу, только в нем мы найдем полноценную жизнь. Я бы хотел бы ее сегодня предложить, сейчас петь, и будем сейчас уже молиться в конце. У нас слушает, а что вы имеете немножко?